В 2023 году в стране образовано более 4 миллионов тонн коммунальных отходов, а переработано и отсортировано только 1 миллион, сообщил на заседании правительства министр экологии Казахстана Ирлан Насанбаев. При этом мусор на 70% состоит из полезных фракций – пластик, стекло, макулатура, органические отходы. В правительстве готовы поддерживать тех, кто занимается утилизацией. Правительством утвержден механизм льготного финансирования проектов в сфере управления отходами. Это приобретение мусоровозов, сортировочных линий и перерабатывающих мощностей. Финансирование предусмотрено через Фонд развития промышленности со ставкой вознаграждения 3% и сроком предоставления займа от 3 до 15 лет. Общий объем выделенных средств составляет порядка 200 миллиардов тенге на 3 года. Проектная группа Минэкология отобрала 94 проекта на сумму 232,2 миллиарда тенге. Все они направлены на переработку мусора и изготовление продукции из этого сырья. Огромной проблемой остаются стихийные свалки. За 2023 год с помощью космического мониторинга выявлено 5534 таких объекта. Ликвидировано 4716. Зарегистрировано 63 тысяч административных правонарушений. Вводится госрегулирование отходов, а именно лицензирование деятельности в сфере восстановления и удаления опасных отходов. Другим обязательным требованием, которое снижает количество стихийных свалок, является оснащение мусоровывозящих машин GPS-датчиками. Информация в режиме реального времени передается в Минэкологию. Систему с отслеживанием геолокации в Министерстве тестируют с осени прошлого года. В этом году ее собираются ввести в промышленную эксплуатацию.